Киже Легендарный памятник деревянной архитектуры. Три века возвышается он над водами Онега, прославляя русских мастеров и Россию. Преображенская и Покровская церкви с отдельно стоящей колокольней образуют кишский ансамбль. Эпически мощный и праздничный. Кижи. Теперь это имя знают во всем мире. Еще в 1966 году был создан музей-заповедник Кижи для сохранения и популяризации кишского архитектурного ансамбля. Сотни тысяч туристов приезжают на знаменитый остров, чтобы увидеть собственными глазами великолепные кишские храмы. Особенное восхищение всегда вызывает увенчанная 22 главками церковь Преображения Господня. Из сохранившихся памятников северного деревянного зодчества Преображенская церковь высотой в 37 метров на сегодня самое сложное архитектурное сооружение. Эта единственная в мире деревянная многоглавая церковь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как величайший образец русской архитектуры начала XVIII века. К сожалению, многие деревянные храмы Русского Севера уже утрачены. Дерево – материал живой и подчиняется законам времени. Преклонный возраст Преображенского храма, ему почти 300, и неизбежные изменения в структуре дерева требовали неотложной реставрации. В 80-е годы памятник закрыли для посетителей. В храме разобрали полы и потолки, а иконостас передали на хранение фонды музея. К тому времени здание церкви отклонилось от своей оси почти на метр. Поэтому в качестве опоры для этого 600-тонного сооружения внутри был смонтирован металлический каркас. На его мощных плечах и держится здание церкви все это время. Полномасштабная реставрация таких сложных и крупных архитектурных объектов из дерева прежде не проводилась. Задача перед реставраторами стоит действительно сложная – сохранить и внешний облик храма, и его древние стены, чтобы он оставался действительно подлинным. Проекты реставрации выдвигались и отклонялись, шли долгие дискуссии. Такие предложения, как использовать, ну, совсем уже такие, конечно, фантастические, использовать церковь, обшивку, вернее, поверхность церкви, как деревянную палубку для заливки бетоном. Если сгнёт дерево, останется бетонная копья, например. Например, было предложение такое, что полностью раскатать церковь до земли и снова собрать. Из сотни проектов реставрации был выбран один – метод лифтинга и полной поярусной переборки церкви. Проект разработали в Санкт-Петербурге. В ней спецпроект «Реставрация» под руководством главного архитектора проекта Владимира Рахманова и заместителя директора музея Николая Попова. Суть лифтинга заключается в поярусной замене повреждённых брёвен без полной разборки памятника. С помощью системы синхронных домкратов отдельные части церкви будут приподниматься и удерживаться в этом приподнятом состоянии, чтобы реставраторы смогли обследовать и при необходимости заменить изношенные брёвна. Цель подъёма – проинспектировать каждое брёвно и устроить нормальные фундаменты под церковью. В настоящее время церковь стоит просто на отдельных камнях. Поскольку она ещё, кроме этого, расположена на склонах, на различных, то из-за морозного пучения она потихонечку сползает вниз. Это так называемая морозная солифлюкция церкви. Хорошим способом борьбы с этим делом – объединение отдельных фундаментов в одно единое целое. Так сказать, в маршрутах создание что-то вроде тарелки, которая никуда уже не поползёт. В этой тарелке будет две функции. Первая – обеспечить надёжное опирание сруба на грунтовое основание. И второе – избежать вот этих самых деформаций с рефлюкции, сползания её в озеро. Авторы проекта используют и ранее установленный металлокаркас. Домкраты можно будет перемещать вдоль столбовых опор, соединённых между собой системой растяжек. Вот эти домкраты, не гидравлические, а механические, то есть с механическим спуском, для того, чтобы можно было точно опустить. Гидравлический домкрат открутил, он пить, и неизвестно, насколько сядет. А это уже точно, сколько взял оборотик, настолько, ты знаешь, миллиметров он опустится. Важно не только подъём, но и опускание тоже. Потому что вот эта огромная площадь, если мы опустим с помощью гидравлических домкратов, понимаете, её может всё перекосить. А здесь мы точно опускаем по щелчкам, по виткам. Впервые метод лифтинга осуществится на таком крупном и сложном по конструкции архитектурном объекте. Данный проект позволяет выполнить главное требование реставрации – максимально сохранить подлинность памятника. И ещё учитывает интересы и музея, и туристов. Строительные леса вокруг храма будут использоваться минимально, и при реставрации он останется доступным для внешнего обозрения. Знаменитые луковки Преображенской церкви по-прежнему будут украшать кижи. Столь масштабный проект реставрации – Церкви Преображения Господня, рассчитанный на 10 лет, начнётся в 2006 году. Для его реализации от специалистов музея кижи потребовалась не менее масштабная подготовительная работа. С 2000 по 2003 годы ведётся разработка проектных предложений и документации. В 2003 году начинается поиск и заготовка реставрационного леса. По предварительным обследованиям памятника замене подлежат не более 20% брёвен. Специалисты музея предвидчиво отбирали сосны возрастом не менее 160 лет. Учитывались даже последствия глобального потепления. Сейчас несколько изменился климат, поэтому сосна растёт быстрее, и, соответственно, у неё меньшая плотность, она более рыхлая. И найти труднее лес подходящий. Заготовленный материал может быть использован только после естественной атмосферной сушки в течение двух лет. Для этого брёвна после сплава размещают под специальным навесом. Всего для замены может понадобиться около 500 брёвен. Все они имеют индивидуальный номер и занесены в компьютерную базу данных, согласно своим геометрическим и физико-химическим характеристикам. Такая строгая паспортизация поможет быстро найти нужный материал. 2004-2005 годы. Строительство специального реставрационного комплекса, аналогов которому в России пока нет. Здесь, на острове, появится своеобразный мини-завод с отапливаемым цехом, где и будут проводиться основные работы по элементам деревянных конструкций. Теперь реставраторы не будут зависеть от погоды и времени года. Каждое бревно, доставленное сюда, будет очищено от биологических и климатических поражений. Впервые в России разрабатывается пооперационная схема реставрации сруба Преображенской церкви с учетом новейших технологий. Это рентгеновская диагностика брёвен, санитарная обработка в микроволновых сушильных установках и лечение древесины при помощи специальных клеев последнего поколения. В концепте реставрации предполагает то, что дерево должно сохраняться как можно больше, подлинного материала, должно сохраняться как можно больше. Поэтому в этих цехах будет происходить протезирование древесины, делаются вычинки и по максимуму сохранятся каждый элемент сруба. К реставрации Преображенской церкви будут привлечены лучшие плотники-реставраторы Северо-Запада России. На их золотые руки надеются все участники проекта. В музее создан плотницкий центр. Его специалисты и мастера выполняют текущие реставрационные работы на памятниках кижского ансамбля. А еще плотники-реставраторы освоили профессию альпинистов. И теперь они трудятся на 37 метров ближе к небу. Музей Кижик первым применил возможности промышленного альпинизма на памятниках деревянного зодчества. В 2005 году шло изготовление и монтаж металлоконструкций и лифтинга. Специалисты приступили к монтажу подъемного оборудования на втором и третьем реставрационных ярусах церкви. Второй ярус считается самым сложным. Его непростая конфигурация, здесь располагаются 8 главок и 8 бочек, и большой вес, около 60 тонн, требует от монтажников скрупулезной точности. На силовой металлический каркас установлены стойки лифтинга с ползунами и домкратами, которые в прошлом году подняли нашу конструкцию на 20 сантиметров. Сейчас мы продолжаем монтировать такие стойки на 10 метров ниже для следующего подъема. Пробный подъем верхней части Преображенской церкви в октябре 2004 года стал, пожалуй, самым сложным и решающим этапом подготовки к осуществлению проекта. Не обошлось и без сюрпризов. Мы, например, не очень ожидали, когда оказались верхние бревна, верхнего восьмерика, там, где кробли покрывают верхний восьмерик, прибиты огромными гвоздями. Нам пришлось, они уже успели заржаветь, эти гвозди были длиной до 150 миллиметров, они заржавели, нам было довольно сложно эти гвозди снять, чтобы сделать первый подъем. То есть мы этого не ожидали, но, однако, это в советский период было сделано. Успешное завершение пробного подъема подтвердило правильность выбранного метода реставрации памятника и высокое мастерство всех участников работы. Одновременно с восстановлением монументальной красоты Преображенского храма продолжается реставрация его знаменитого иконостаса. У нас великолепная коллекция икон в собрании музея Киши, лучшая не только в России, но, по-моему, и в мире. У нас 191 икона. Небо, потолочные иконы. Это вообще редкость колоссальная. Стараниями и заботой сотрудников музея иконы поддерживаются в стабильном состоянии. И на заключительном этапе реставрации они вернутся в храм. Под куполами Преображенской церкви вновь станут совершаться богослужения. В рамках проекта реставрации музей не только восстанавливает когда-то созданное. Впервые за всю свою историю купола кишских храмов, что называется, засияли в ночном небе. Архитектурная подсветка всех памятников кишского ансамбля из, казалось, несбыточной мечты воплотилась в реальность. Установленная система одновременно обеспечивает и охрану памятников. С 2004 года в музее осуществляется информационный интернет-проект на глазах у всего мира. За реставрацией Преображенской церкви можно наблюдать в реальном времени. Подготовительные работы близятся к завершению, а уникальная реставрация Преображенского храма путь длиной в десятилетия только начинается. Свой 300-летний юбилей в 2014 году храм встретит обновленным. В этом уверены все специалисты музея и участники проекта реставрации. Кижи открывают свою летопись Преображения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин